Уважаемая Мария Ивановна, вчера у вас открыто похитили сумочку с документами. Очень неприятно было. Сотрудники отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Отрадный нашли преступника и изъяли в ходе обыска ваши документы. Мы вам их возвращаем. Придьте, пожалуйста, будьте осторожны и аккуратны. Нападение на женщину произошло на улице Первомайской, неподалеку от дома, в котором она проживает. Пенсионерка отправилась в ближайший магазин за продуктами и даже не услышала, как ее догнал злоумышленник. Шла за хлебом. На улице ни души по случаю карантина. Я и не слышал, когда кто-то дернул за сумку в левой руке. Я думаю, кто-то пошутил. Поворачиваюсь. Я его лицо даже не видел. Я вижу, что мужчина. Он начал вырывать сумку и я упал. Он дернул за сумку. Я упал на землю. На земле тут уж он вырвал все-таки сумел. У меня в сумку убежал. Все, легко ему, быстро, одна минута. В сумке у пенсионерки были 10 тысяч рублей, мобильные телефоны, документы. Мария Ивановна попыталась догнать незнакомца, но ему удалось скрыться. Навстречу шла женщина, которая и позвонила в полицию. В дежурную часть отдела МВД России по городу Отрадному Самарской области поступило по телефону сообщение от жительницы города, которая сообщила нам о том, что в отношении женщины пожилого возраста совершено преступление. Неизвестный мужчина вырвал у нее сумку. К месту происшествия тут же выехала полиция. Следственная группа изучила записи с камеры видеонаблюдения, на которых узнали в убегающем мужчине местного жителя. Ранее судимого за разбой. В Орне неподалеку от места преступления нашлись документы, а вскоре полицейские выяснили и адрес подозреваемого, в квартире которого в ходе обыска нашлись похищенные сумка и ключи. Деньги он успел потратить на продукты. Мужчина пояснил, что после освобождения работал, а на преступление пошел, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Освободился как давно? В 2018, в августе. И чем занимался все это время? Работал. Кем? С лавочкой. Что, маленькие деньги что ли? Хорошие деньги? Малые. Хорошие деньги? Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы. Виктория Шарая. События.